Звоночек. Раздался телефонный звонок. Людмила взяла трубку. Незнакомый мужской голос сообщил. «Ваш муж сбил пешехода на зебре и поехал дальше, пока его не остановил наряд. Сядет лет на семь, если дело дойдет до суда. Но ситуацию еще можно разрулить. Как? Я могу замять дело всего за 50 тысяч рублей. С нарядом я уже поговорил. Они не возражают. Сейчас я вам объясню, как». «Как? Пожалуйста, объясните, как? Как передать деньги? Нет, объясните, как мой муж умудрился сбить пешеходов, если у него нет машины?» «Ну, не знаю. Может, кто-нибудь из друзей дал ему на своей порулить? Ему порулить? Да никто из друзей ему и кофемолку на минуту не доверит, а вы говорите машину». «Какая разница, есть у него машина или нет? Сбил, будет сидеть. Вижу, вы просто не хотите ему помочь?» «Я-то вижу, а он нет. Зрение минус 12. Водить машину он не может в принципе. Да и прав у него нет». «Что ж, видимо, я ошибся. Естественно, ошиблись. И я тоже самое говорю. Я ошибся в сроке. Какие там семь лет? Сядет лет на 10 или 15. Мало того, что слепой и без прав, так еще и водить не умеет. А вы, как я вижу, совсем мужа не любите». «Почему это не люблю? С чего вы взяли? Денег жалеете. Каких-то жалких 50 тысяч. А я ведь искренне хотел вам помочь. Для меня это сумма. Не смешите. Ведь вы же где-то работаете. Работаю. И где это интересно платят такую зарплату, если вы 50 тысяч не можете наскрести? «Ну, например, в полиции. Позвольте представиться. Следователь Сафронова. Занимаюсь вымогателями и жуликами. Вы, кстати, зря мне с домашнего телефона звоните. Я уже и разговор записала, и адресочек по базе пробила. Кривой переулок, дом 5, квартира 12. Василий Иванович Козадоев. «Давайте я сейчас к вам подъеду, и вы мне подробно расскажете, как хотели моему супругу помочь». «Нет, не надо. Уж лучше я приеду. Диктуйте адрес. Хочу сделать добровольный взнос для поощрения работы родной и любимой полиции. Ну, скажем, 50 тысяч». «Вы, я вижу, совсем не любите родную полицию? Что, неужто трудно наскрести каких-то жалких 500 тысяч рублей?» «Да наскребу я наскребу. Пожалуйста, диктуйте адрес. Я пошел скрести». Виктор Веселов. Смоленск. Литературная газета. Номер 5.